Ну, не могу сказать, что я согласен на сто процентов, но во многих случаях да, это так. Так. 25 лет назад было очевидно, что для того, чтобы оставаться верными собратьями европейского гуманизма, необходимо было создать институт, основанный на образовательных идеях, высшей мере проявившихся в романе Тома Самана «Волшебная гора». Практика искусства общения. Выслушивание порой полностью противоположных точек зрения, ведь никто заранее не может претендовать на истину. Поддержка книжной культуры и идеи классики. Развитие космополитического духа гуманизма противовис невежеству и фанатизму. Итак, когда мы думали над тем, как отметить наше 20-ти летие, стало совершенно ясно, что это должен быть симпозиум о значении всего, что представляет «Волшебная гора» для нашего времени. И если вы пришли в этот зал не слишком поздно, вы могли послушать прелюдию к первому акту оперы «Лоэн Грин», который является не только самой популярной оперой месяца, но также оперой, начинающейся с дуэли. И «Волшебная гора» повествует нам о дуэли между конкурирующими мировоззрениями, сражающимися за душу Европы. И с этой самой дуэли начнется сегодняшний мексус симпозиум. Я рад, что два смелых философа приняли наше приглашение, чтобы обсудить предпосылки и впоследствия своих диаметрально противоположных конкурирующих мировоззрений. Я называю их смелыми, потому что на сегодняшний день стало крайне редким явлением то, что два оппонента философа встречаются лицом к лицу. Итак, если вы читаете роман, вы знаете, что в самом конце романа между персонажами происходит физическая дуэль. Нафта бросаешь выставь с Сетембрини, это стрельба. Сетембрини отказывается стрелять, после чего Нафта убивает себя. К счастью, сегодня это не произойдет. Я дважды проверил, оружия у них нет, даже игрушечных пистолетов, так что ничего такого не случится. Что ж, добро пожаловать на сегодняшний симпозиум. И, пожалуйста, тепло поприветствуйте живого Нафту, известного также как Александр Дугин, и Ютубико Сетембрини, также известного как Бернард Анри Леви. Спасибо. Так, отлично. Видно, что мероприятие серьезное. В первую очередь, я всегда предпочитал битву идей физической войны. И я... Так, это говорит Дугин. Я очень счастлив, что мы можем обменяться мнениями с мистером Бернаром Леви, который известен во всем мире, не только в физическом поединке, потому что временами мы находимся на одной и той же линии фронта, но обычно по разные стороны в физической борьбе. Поэтому я предпочитаю говорить и обмениваться идеями здесь, а не в физической схватке. Возможно, это единственный способ избежать этого, или хотя бы попытаться. Для начала я бы хотел сказать, что недавно президент Макрон сказал, что гегемония Запада закончилась. То же самое сказал насчет либерализма или глобального... Ну, Макрон, скорее всего, имел в виду другое, не то, что имел в виду Путин. Я помню, мы делали обзор на его концепцию. Так, это у нас... Когда было? Когда это было-то? Ну, видимо, до того, как... Точнее, эти дебаты состоялись до того, как Макрон предложил свою глобальную концепцию. Но суть ее заключается не только в том, что Западу конец, и модель как-то все дышит на ладан, а суть заключается в том, что ее пора реформировать, пересмотреть некоторые моменты, укрепить Евросоюз, укрепить взаимоотношения Евросоюза и Африки. Но я не думаю, что Макрону стоит записывать в ряды скептиков касательно либерализма или глобального либерализма. Путина я вообще не стал бы здесь принимать в расчет, потому что он то говорит, что он либерал, в следующем году он говорит, что либерализму конец, а, по-моему, недавно он опять сказал, что либерализм заебись. То есть здесь с господином Путиным все довольно-таки сложно, и какие у него, на самом деле, взгляды на этот счет. Возможно, что никаких у него и нет взглядов на этот счет. ...в внешней политике США со статьей Фарида Закарии, посвященная упадку западной власти. Запад – это, на мой взгляд, вся христианская европейская цивилизация. То есть сюда входит, безусловно, и Россия тоже. Отчасти даже Израиль, можно сказать. Это тоже запад. Ну, потому что во многом наша этика... Вообще, во многом Европа – это, конечно же, иудейский тоже компонент, несомненно. То есть и Рим, и христианство. В христианстве есть иудейский компонент, и германо-славянский компонент. Это то, что я собираюсь обсудить. По моему мнению, очевидно, что определенный упадок есть. В вашей книге «Империя и пять королей» вы отметили интересную вещь. Исчезновение американского присутствия на Ближнем Востоке и гизи курдов. Я считаю, что мы приближены. Я так понимаю, что Леви – это такой, возможно, неокон, возможно, леволиберал. То есть он считает, что демократии нужно экспортировать как-то по максимуму. Но это не классический либерал. Корею тоже можно, кстати, отнести уже к Западу. Потому что, блин, ну на самом деле, даже в свое время Японию относили к Западу. С одной стороны, это Азия, с другой стороны, институты там западные. Христианское присутствие очень сильное. Ну, то есть отчасти можно назвать, что это все-таки западная страна или такая предельно вестернизированная, вот я бы сказал так, вестернизированная страна Кореи. И Тайвань тоже. Ну, пока что я не вижу, что был какой-то конец западной гегемонии. То есть даже если вместо Америки будет мощный Евросоюз вместе с Россией, или если вдруг гегемоном новым станет Россия, нормальная историческая Россия, так это будет та же самая западная гегемония. Потому что опять европейская христианская страна будет гегемоном. Это на самом деле не имеет никакого принципиального значения. Я бы интерпретировал это словами Ницше. В самом начале современности люди уничтожали богов для того, чтобы освободиться. Но это было самоубийством. Убивая богов, мы убили себя. И теперь добро пожаловать на последнюю стадию нигивизма. Издатели думают, что в вашей книге вы, мистер Леви, определяете американскую империю глобальной либеральной системы как нигилистическую систему, ни на чем не основанную. Это очень интересная мысль, и я бы хотел спросить вас, почему вы до сих пор защищаете эту все более и более открытую нигилистическую систему. Вообще, закат Запада это такая тема, которая существует уже до хрена лет. То есть, вот это нытье про конец цивилизации западной, про конец европейского человека, про то, как европейцы деградировали, это все очень старая история. Потому что если посмотреть тех же социалистов-утопистов, которых мы сегодня упоминали, то... С чего начинаются многие утопии? Как европейский человек в результате какого-то крушения оказался на каком-то острове далеком от Европы и увидел, как там все прекрасно устроено, и как плохо в его родной Европе все устроено. Понимаете? Вот это нытье, вот это постоянное нытье о том, как у нас все плохо... Ну, по всей видимости, оно тоже в какой-то степени традиция. Только не примордиальная, но тем не менее традиция. Ныть о том, что у нас что-то не так. Почему вы боретесь за распадающуюся, приходящую в упадок современность? И почему вы вкладываете весь ваш интеллект, чтобы защитить это? Конечно, я абсолютно точно не борюсь за нихилизм. Напротив, я борюсь против него. Я борюсь за современный характер политики, так как в моем мире это означает демократию, свободу, равенство между женщинами и мужчинами, советское государство и так далее. Возможно, современная политика в кризисном состоянии. Но я отрицаю идею об ее упадке и исчезновении, потому что я твердо верю в то, что это плюс для всего мира. Насчет нигилизма я давно вас читаю. Вы мой противник. Мы расходимся мнениями по многим вопросам. Однако я осознаю вашу значимость, особенно на российской сцене. Для меня воплощение нигилизма сегодня – это вы и ваши друзья. И евразийское причинение. И это нездоровая атмосфера, которая... Ну, кстати, я с ним даже соглашусь, как ни странно, потому что, ну, опять же, я не знаю конкретно работы Дугина, но если посмотреть на тех, кто себя относит к традам, к сторонникам Дугина в России, то, ну, даже в примере с митингами они опять ныли, блядь. Они опять ныли про то, что это ни к чему не привело, это все плохо, Навальный не торт. Давайте, а давайте ничего не делай, давайте опять ныли. Ну, то есть, да, это действительно какая-то нездоровая атмосфера. Я согласен. Генона я читал в свое время. В принципе, такое чтиво, оно не влияет положительно на психику человека. Я сторонник оптимизма. Читайте Мэтт Ридли, а не Генона. Заполняет в вашей книге, и то, каким образом вы разрушаете саму идею о правах человека и о личной свободе, о сингулярности в некоторых больших группах общества, о вере, духовном происхождении и так далее. Здесь присутствует дух нигилизма, который меня очень смешает. Когда я читаю вашу консервативную революцию и все ваши труды о вашей ненависти в начале 90-х годов. Что ж, интересно. Если вы сделаете подобие равенства между нигилизмом и отказом от западной интерпретации прав человека, свободой... Ну, будем откровенны. Никакой другой интерпретации прав человека в принципе нет. То есть, права человека – это вообще западная идея. То есть, это идея западной цивилизации от Америки до России, от Сан-Франциска до Владивостока. Как бы вуагадугу они не знали. Они не знали в ЮАР, бывшую, в нынешнюю ЮАР. Они не знали в Пекине. Ну, то есть, идея о том, что у человека есть какие-то права, которые неотъемлемы и которые государство не может забрать, которые государство обязано исполнять. Это идея исключительно западная. То есть, в Китае, например, когда императору надо было построить стену, он просто брал крестьян, оторвал от земли и гнал их на стройку. Всё, иди работать. Какие там нахер права человека? В Корее, которая зависела от Китая, отправляли огромное количество рабов в Пекин в качестве подарка, в качестве выражения лояльности. Какие там могли быть права человека в Западной Африке, где, как писал Гребер, творились просто невероятно ужасные вещи касательно того, что там, ну, понятно, что все друг друга ели, пытались съесть, потому что это придавало силу, так ещё и в рабство брали, и калечили, и продавали в рабство. Какие там права человеки, нахер, с чего будем там появиться? Права человека – это западная идея, да, это факт. И какой-то другой интерпретации прав человека быть не может, она только единственная одна. Больше нет никаких интерпретаций прав человека. Это бред считать, что существует права человека в китайской интерпретации, в какой-нибудь ацтекской интерпретации, или в какой-нибудь зулской интерпретации и так далее. Она есть только одна, это западная интерпретация. Больше других нет, потому что Запад придумал вот вообще концепцию эту всю. Демократия, либеральная демократия, то в этом смысле я согласен. Я против этого, потому что в моём понимании это не универсальные ценности. Во-первых, я считаю, что демократия, суть демократии меняется. А в Европе было рабство, да, в Европе оно же и прекратилось. То есть не европейский человек рабство придумал, он его запретил, он его отменил. Это есть такое, да. Однажды я разговаривал с министром Фукуямой, и он определил современное понимание либеральной демократии как господство меньшинства над большинством. Так как большинство всегда может трансформироваться в популизм, фашизм или коммунизм. Я думаю, это совершенно новая идея. И также я считаю, что если я не разделяю это новое понимание либеральной демократии, или если, например, я оспариваю то, что субъект свободы должен быть индивидуумом, и это и есть сущность, ось идеологии прав человека, если я считаю личность человека, человеческую культуру, общество, не сводимой к индивидуальности, как, например, в нашей русской традиции, субъект свободы или человеческий субъект не отдельная личность, это коллектив. Напомните, пожалуйста, у кого есть возможность Дугину сказать, что существует либеральная традиция, которая не сводит субъект свободы к индивиду, то есть, которая принимает коллектив, как минимум выраженный в социальной концепции католической церкви, в солидаризме, который политически был реализован после Второй мировой войны в Германии, в Австрии, реализовывается в Швейцарии. Если есть у кого-то возможность, деду намекните, что у него есть определенный такой серьезный пробел в представлении о том, что либерализм, он бывает не тот, которого видят только в Соединенных Штатах, а есть еще реальная практика в Европе, континентальная практика, которая, в общем-то, либерально себя считает, но при этом ни в коем случае не отказывается от коллектива. Она, по сути, на коллективе базируется, корпоративизм и солидаризм и субсидиарность – это все то, на чем живет континентальная Европа. Это было в царские времена, это было определено церковью, после коммунистов. Но всегда коллективное сознание было доминирующим в нашей культуре, так же, как в китайской культуре, в индийской и исламской культурах. Но я считаю, что я нигилист в том смысле… Ну, типа, русские – это, короче, они близки к Индии, Китаю, но не к Европе, окей. Но я отрицаю универсальность современных западных ценностей. Я не думаю, что они универсальны. Я считаю, что они западные, а не современные. Я думаю, что запад все еще силен, чтобы отстаивать их. Однако я сомневаюсь в том, что единственный способ истолковать демократию можно только, как власть большинства над большинством. Что единственный способ объяснить свободу, можно только как личную свободу. Что единственный способ объяснить права человека, можно, проецируя современные западные представления о человеке на другие культуры. Это мое мнение. Вы знаете свои традиции, русские традиции, лучше меня. Но я достаточно близок к России, чтобы знать что-то. Что вы сказали о месте субъективности в русской традиции, неправно. У вас также есть наследие Герцена, Пушкина, Тургенева, частичность Харула. Славное наследие диссидентов, которые боролись с тоталитаризмом Советского Союза. Которые боролись во имя личности за права субъектов и права человека. И вы не можете сказать, что это не часть русской традиции. И опять же, я посвятил достаточно большую часть своей жизни поддержке России в борьбе с рабством, тоталитарной системой и так далее. Чтобы иметь достаточно полномочий сказать, что демократия, Фукуяма, меня не было здесь, когда вы дискутировали с Фукуямой. Но я предполагаю, что я, по крайней мере, сказал бы сам, это то, что демократия является сложным концептом и сложным процессом. Это будет власть как большинства, так и меньшинства. И всеобщую демократию критиковать, конечно же, надо. Это система, которая показала свои существенные недостатки. Она увеличивает в обществе антагонизм рано или поздно. И ее нужно реформировать. Это факт. Другое дело, что когда у нас критика всеобщей демократии ведется для того, чтобы доказать, что... Ребята, так в Китае заебись, например. Это у вас там на Западе разлад, а в Китае там зашибись. Вот смотрите, там демократии нет. Я не хочу жить так, как в Китае. Лучше жить, как во Франции или в Германии, со всеми недостатками всеобщей демократии, чем в Китае, где нет этих недостатков, но есть огромные другие недостатки. Вот я как бы предпочел бы жить все-таки по-европейски, по-западному. И хотя бы, чтобы в России именно так было. Вот именно это и соответствует нашим традициям. А Дугин, по всей видимости, хочет перенести, ну я не знаю, это же на все 100%, но, по крайней мере, многие трапы, наши любимые традотрапы, они очень симпатизируют Ирану, очень симпатизируют Китаю. То есть, почему, откуда такая симпатия? Потому что, по всей видимости, они считают, что раз там есть трапизм, который им очень нравится, примордиальный, значит, ну они там его видят, да, потому что там в Иране, например, геев убивают, там вешают за ориентацию. Вот круто, значит, они традиции соблюдают. Ну, значит, вот в том направлении надо двигаться. И они хотят эту модель, по всей видимости, реализовать в России каким-то образом. Хотя, по-моему, у нас в России исторически мы как-то ближе вот туда, на запад. Ну вот это тоже минус, на самом деле, то есть... Хорошо, когда у людей власть их представляет, но плохо, когда, учитывая вот недостатки всеобщей демократии, да, потому что побеждает там 51% против 49%, и он двигает переменный прогресс, как он называет, хотя в действительности прогрессом называть очень сложно. Просто перемены, с которыми могут быть не согласны остальные 49%. И вот это уже большой недостаток всеобщей демократии. Чтобы этого недостатка избежать, единственный выход, чтобы избежать этого недостатка, это сделать государство настолько ограниченным функционалом, чтобы вся политическая борьба, она переместилась на местах. То есть на местах, по принципу субсидиарности, в самоуправлениях, пусть люди там пытаются двигать прогресс в их представлении как угодно, голосуют за кого угодно на локальном уровне, и пусть там они на локальном уровне что-то меняют. Но это, по крайней мере, ошибки, которые были допущены на локальном уровне, они не будут распространяться на всю страну. А вот если у вас всеобщая демократия и государство огромное, которое решает дальнейшую судьбу страны, то ошибка, которая будет допущена на этом уровне, она, естественно, коснется всех, и страдать будут вообще все. Давайте договоримся об одной вещи. Вы говорите о Ницше, который мне сказал, что люди убивали богов, кстати, о Бога, что является разными вещами. Но лучшее определение нигилизма для меня это то, что есть у нас в нашей памяти. Россия с ее 24 миллионами смертей на протяжении Великой Отечественной войны. Европейская земля была оккупирована нацистами. Евреи, мой народ, были практически искреблены. Есть одно определение нигилизма, которое является теми, кто... В Европе периодически было преследование гомосексуализма. Ну, вот в Англии, например, Оскар Уайль сидел. Но такого прям ярого преследования, как в Иране, то есть когда гомосексуалисту просто отказывали в праве на жизнь, такого не было. Вот именно ярого преследования, когда их просто вешают там пачками, такого в Европе не было никогда. Совершил эти преступления, то есть нацисты. И нацизм это не то, что упало с неба, с неба Чили или Тибета. Он был создан идеологами, такими как Карл Шмидт, Шпенглер, Стюарт Чемберлен, Кау... Карл Хаусховер. Все эти люди, о которых я сожалею, что я их знал и видел, которые вам нравятся, и вы цитируете их и вдохновляетесь их трудами. То есть для меня, когда я сказал, что вы не билист, когда я сказал... Нет, в современном Сингапуре тоже так себе. Вообще, современный Сингапур это то, что нельзя реализовать в европейских масштабах, потому что это город-государство. Там многие ограничения, в принципе, оправданы только потому, что территория ограничена. Ну, например, на машине, да? На машину там очень дорогие машины, потому что там очень мало территории. Я не совсем понимаю просто, какие преимущества есть в современном Сингапуре на фоне той же самой Южной Кореи. То есть чем южнокорейский опыт хуже, чем сингапурский? Ну, в Сингапуре сидит один и тот же человек, по сути, власти, да, и его сын. Ну, я не считаю, что это круто. Не вижу в этом никаких плюсов. Почему он должен сидеть? Ну, непонятно почему. Насколько по максимуму реализован потенциал Сингапура с экономической точки зрения? Тоже непонятно. Во всяком случае, экономический рост у них сейчас, насколько я знаю, гораздо ниже, чем раньше. Чем 10 лет назад, когда они уже были на высоком уровне развития. Да, то есть насколько реализуется потенциал Сингапура, проверить нельзя, потому что политической конкуренции нет. Политическая конкуренция тоже важная вещь. Другое дело, что ее реализовать нужно не как на всеобщем уровне, а именно на местном, на локальном уровне, на региональном хотя бы уровне. Тогда будет нормально. Что Путин не интересен, когда я сказал, что в Москве царит болезненная атмосфера негилизма, которая, между прочим, породила реальные смерти, как, например, Анны Политковской или мистера Немцова и многих других убитых в Москве или в Лондоне. Я имею в виду это. И я хочу сказать, что, увы, в великой русской культуре на сегодняшний день существует дурной темный поток негилизма в его истинном воплощении, который имеет нацистские и фашистские настроения, дующие в сторону великой России. Я согласен. Я считаю, что феномен фашизма и национал-социализма – это негилизм. И я не оправдываю это. Потому что это современный феномен. В моих глазах вся современность чистая. Ну, с точки зрения Сингапура, локальный уровень был бы на уровне районов. То есть, там сколько? 4 миллиона населения, по-моему. Сейчас посмотрим. То есть, в Сингапуре населения довольно много. Как в Дании почти. Соответственно, локальный уровень там не значит, что он совпадает с уровнем города. Так. А, смотрите, там 5 миллионов и 700 тысяч человек. Довольно много. То есть, там можно было бы реализовать как раз районное самоуправление, которое бы решало свои вопросы. Даже несмотря на то, что это всего лишь город, но город с 6-миллионным населением – это много. Это чисто нигилистическое. Либерализм нигилистический, коммунизм нигилистический и также фашизм. Я согласен с вами насчет преступлений, совершенных Гитлером. Потому что мой народ тоже очень сильно пострадал. Мы потеряли много миллионов людей, которые были убиты из-за того, что являлись славянами. Точно так же, как если бы они были евреями. И наш народ, советский народ, русский народ, воевал в Великую Отечественную войну для того, чтобы остановить фашизм в Европе, в России. И, конечно, чтобы спасти всех людей, страдавших в той ситуации. И я очень сильно осуждаю любое проявление расизма. Такое ощущение, что Дугин сейчас это все истерично говорит так быстро. Просто, чтобы его не обвинили в чем-то или не забавили. Это что-то вроде «я не одобряю, не одобряю, не одобряю». Консервативная революция в Германии была не монолитной. То есть там были как противники рынка и либерализма классическому пониманию, то есть такие как Дугин, так и сторонники рыночных взаимоотношений и вообще католики. То есть тут дело такое. Нельзя консервативную революцию, это движение, консервативная революция 30-х годов, 20-30-х, сводить к каким-то традам, трапам, как я теперь их называть буду все время, и к противникам рынка и Запада. Нельзя ни в коем случае, потому что там было несколько направлений. И вообще, скажем, католическая, так условно говоря, партия в Германии 20-30-х годов, начало 30-х годов, она была весьма влиятельной силой, причем она была конкурентом для Гитлера. Присоединяемое политического реализма, геополитического вопроса, традиционализма и критики современности, что было присуще консервативному движению, но не расизм. В своих книгах я всегда подчеркиваю это. И я достаточно смел, будь я фашистом или расистом, чтобы признать это. Я делаю много смелых заявлений, за которые меня осуждают. Я против либерализма, против индивидуализма, против прав человека как идеологии, но я также против расизма. И совершенно ясно, что я не оправдываю это. Я осуждаю расизм из-за того, что... Ну просто очень хорошо, всего одну букву меняешь, и все. А что из-за плюма? Что именно в плюме? Я просто там забанен и не знаю, что там происходит. То это англосаксонская либеральная конструкция, основанная на иерархии людей. Я считаю, что это преступление. Кроме того, я думаю, что то же самое преступление, глобализм, повторяется, потому что глобалисты, либералы, такие как вы и люди, поддерживающие ваши идеи, сейчас стараются утвердить в качестве универсальных ценностей только современные западные либеральные ценности. И это есть новый вид расизма, культурного расизма. Ну да, у Гелича бомбит того, что, значит, великая китайская индийская культура подвергается вестернизации, это ужасно. Ну опять же, почему трапы любят, соответственно, почему они латентные европофобы? К вопросу о том, что они европофобы на самом деле глубине души. Вот не зря мне очень много их традов встречалось, которые просто наяривают на Иран современный. Вот прям как там все традно, прямо супер вообще. Вот жить бы так в России, ох, как было бы классно. В этом плане даже Маркс выделяется с положительной стороны, потому что он не был таким европофобом, он был европоцентристом. Считал, что Европа несет технологический и культурный прогресс в другие страны. То есть Дугин, он против того, чтобы в мире существовала одна универсальная доминирующая культура западная, против этого. Он за многополярочку, многополярочку в формате, чтобы не было американского глобализма. Но это я уже сейчас до меня дошло полностью, да. Все, что он все-таки против именно в этом отношении. Американского глобализма, чтобы был сильный Китай, чтобы был сильный Иран, хотел сказать Персия, чтобы была сильная Турция, чтобы был сильный Путин. Ну вот такое вот много разных полюсов, да, вокруг которого вертятся игроки поменьше, но зато их много, да, это очень здорово, все замечательно. И вот проклятые западные ценности, они нигде не навязываются, не происходит никакой вастернизации, что все модели равны, то есть все, скажем так, культурные, политические, экономические модели равны между собой, ну то есть турецкая или иранская ничем не хуже, французская там, да, или китайская, вот, и вот что-то вот в таком духе. Но это, кстати говоря, очень похоже на мультикультурализм. Мультикультурализм, он придерживается точно такой же точки зрения, что все культуры важны, все культуры равны, и не надо ничего ассимилировать, надо просто всех, это самое, включить в общий процесс, все будет зашибись, все будет хорошо. Александр, как вы относитесь к правам человека? Я считаю, что права человека существуют, но это естественные права на жизнь и собственность, из них вытекает все остальное. То есть я прекрасно сознаю огромные недостатки современных трактовок прав человека, но это не повод отказываться от того, что существуют естественные права у каждого человека. То есть те, которые я назвал. Ну то есть, согласитесь, все-таки приятно осознавать, что ты обладаешь неким набором прав, который вот твой, и у тебя никто не вправе его отнять, да? Приятно осознавать, что у тебя существует презумпция невиновности, особенно живя в России, приятно осознавать, что есть такая идея, по крайней мере, хотя она у нас не особо хорошо реализована. Вот адвокат, который защищает твои права на суде, право на справедливый суд, опять же, право на жизнь, даже если ты других убеждений придерживаешься, даже если ты не за Путина. По-моему, это замечательно. Понимаете, независимость от того, как мы относимся к к несколько странным и неправильным трактовкам прав человека, которые пытаются расширить там эту идею до права на аборт, которая противоречит, на самом деле, декларации прав человека и гражданина. Прав человека... Прошу прощения. Гражданин — это во Франции, 18 век. А я имею в виду современную декларацию. Потому что человек должен обладать, соответственно, правом на жизнь с момента... Еще до рождения. Там есть даже такая формировка, насколько я помню. Вот. Независимо от того, что существуют вот такие ложные представления права человека, сама эта идея, она защищает как меня, так и вас всех. Всех нас она защищает. Мы согласны с тезисом о том, что Европе следовало бы сократить торговлю с Китаем ради культурных ценностей, противодействуя китайской экспансии. И вообще с тем, что если бы христианские ценности стали бы основой политики западной в полном объеме, без левачества, мир стал бы лучше. Спасибо, ДОЦ. Ну, со вторым тейком я точно согласен, абсолютно, это очевидно. Что касается торговли с Китаем, я считаю, что западная политика вся, начиная от Штатов, заканчивая Россией, она должна двигаться в направлении разделения Китая на несколько разных государств. То есть мы должны добиваться того, чтобы в Китае были независимые, на первый сначала отвечу вопрос. Вот. Мы должны двигаться в сторону разделения Китая на независимый Синьцзян. То есть борьба за права игуров это очень хороший политический инструмент. Да и вообще нехорошо людей в концлагеря сажать. Кто скажет, что они мусульмане, а Тибета что, ты же христианин, а я скажу, так и христиане страдают в Китае точно так же. То есть китайцам пофигу абсолютно это всё. Они как мусульман посадили в концлагерь, так и христиан могут посадить. Церкви они уже разрушают там нормально всё. Вот. Независимый Синьцзян, независимый Тибет, независимый, желательно, конечно, юг Китая, который гораздо богаче и всё-таки культурно отличается от севера. И не только культурно, но и этнически, насколько я знаю. Там более смешанное население, там потомки Нальмании, более такое, скажем так, ну, ханьцев там меньше, насколько я знаю. Вот. Ну, может быть, даже в теории независимая Манчжурия, хотя, насколько я знаю, там полностью уже ханьцы всё ассимилировали. Но вот Китай, огромный коммунистический Китай, который в рамках своей партии запрещает людям верить в Бога, то есть они должны быть атеистами, как Си Цзиньпинь говорил относительно недавно, это очень опасное, даже не государство, это опасная организация, потому что, в принципе, Китай управляет с организацией, достаточно закрытой организацией, с очень строгими правилами. и альтернативы которой нет. По сути дела, это узурпация целой страны, одной организацией. И вот эта организация, вот даже когда Китай, якобы Китай, покупает какие-то активы в западных компаниях, на самом деле, это проникновение коммунистов в экономические активы Европы. То есть они всё это используют, они используют экономику не для того, чтобы делать бизнес просто, объективно, бизнес нормальный, а они это всё используют для укрепления своего политического влияния. И они пытаются, в том числе, спонсировать левацкие идеи по всему миру. На мой взгляд, Китай этим занимается. Ну, в частности, они в трире поставили статую Карла Маркса, в немецком трире. Насколько я знаю, на китайские деньги это всё было сделано. Насколько я знаю, есть какая-то поддержка со стороны Китая и левых организаций в Европе. Вот. Лукашенко они сейчас поддерживают очень хорошо этого совка. Соответственно, Китай это достаточно агрессивное и мощное государство без каких-то строгих моральных принципов. В китайской культуре, насколько я знаю, вообще нету представления об объективных каких-то моральных принципах вообще. У них нету, как у христиан, у мусульман, каких-то вот неотъемлемых вещей. Ну, то есть, они предельно прагматичные люди. То есть, это прагматики просто очень такие во всем, да. Вот. И, конечно же, дипломатия Запада, она должна стремиться, политика Запада должна стремиться к тому, что Китай... Должны мы стремиться к тому, чтобы был свободен Тибет и Синьцзян, свободу игура, свободу Тибета. Вот в таком духе всё это должно проходить. Нехорошо людей держать в концлагерях. И в этом плане, кстати, идея прав человека... Да, свободу Гонконгу тоже. Гонконг должен быть таким же независимым, как Сингапур. В этом плане идея прав человека, она очень сильный политический инструмент, который можно использовать против Китая. То есть, с одной стороны, идея это достаточно истинная, с другой стороны, ещё и хороший инструмент для того, чтобы помочь народам Китая обрести независимость. в их национально-освободительной борьбе поучаствовать и потом с этого профита ещё какой-то получить. Со всех точек зрения, смотрите, одни плюсы. А так, иметь дела с компартией Китая опасная организация. Очень опасная. Так, и там ещё был донат. Так. Открытое общество. Они, как сказал Поппер и как гласит подзаголовок его книги, являются врагами открытого общества. Это новая имитация человека, новый образ человека, модель человека. Это новое разделение людей по типам, это новый вид расизма, который... Ну, Панасенков, он учёный. Он не философ. Он учёный. ...в ценностных ориентирах Запада, являющихся благом. Все те, кто отрицает об исламской традиции, в русской традиции, в китайской, в индийской традиции, везде они считаются популистами и объявляются фашистами. Я согласен, что все стараются влиять на другие страны, но если французского влияния я не особо-то боюсь, или там литовского влияния, да, это всё-таки как ни крути, ну, христианские страны, то влияние страны, где у власти сидит КПК, коммунистическая партия, которая запрещает своим членам верить в Бога, это что-то очень страшное. Это реально что-то очень страшное. Потому что это новый Российский. Мой дорогой, здесь есть три реальных момента для разногласий. Во-первых, я извиняюсь, но когда вы говорите о глобализации, вы обладаете неполным пониманием этого явления. Конечно. Есть и негативная глобализация, которая... Ну вот сейчас, кстати, Леви по ходу дела разъебёт Дугина, объяснив, что есть экономическая, есть политическая глобализация. ...разумевает унификацию всего мира. Но у глобализации достаточно много западных мыслителей, которые постигают её, как я, как многие люди здесь, в Амстердаме. Её суть не в однообразии. Это означает открытость другим. Мосты между разными... Нет, не в том направлении пошёл. ...сивилизациями. Связь между культурами, своего рода импорт и экспорт мировых предложений. И это то, что может подразумевать под собой глобализация. И поверьте мне, назад... Меня лично устраивает глобализация образца 19-го столетия. То есть, европоцентристская... Европоцентристская глобализация, когда все остальные страны принимают ценности института Европы, европейские институты. Вот такая глобализация лично мне очень даже заходит. И, на мой взгляд, очень печально, что европейский мир, он себя просто обескровил в двух мировых войнах. А Россия особенно, мало того, что в двух мировых войнах, так ещё и в гражданской войне, которая по своей кровавости гораздо круче Первой мировой войны. Да? То есть, потери, которые европейский мир испытал, понёс в 20-м столетии, они настолько огромные, что, конечно же, мы потеряли, так сказать, хватку культурную, политическую, экономическую над всем миром. И за это время, пока Европа восстанавливалась, за это время появились другие игроки. Да? Вот получилась та самая многополярочка. Несмотря на то, что вроде как США гегемон 20-го столетия, но почему-то этот гегемон не смог предотвратить появление других опасных крупных игроков, таких, как Китай. Возможно, даже Индия на подходе тоже будет, но не факт, правда. Вот. То есть, очень жаль, что европейский мир потерял хватку, потому что, когда европейский мир доминировал, действительно доминировал во всем остальном мире, что происходило? Происходило исключительно положительное явление во всех остальных странах. Это распространение цивилизации. И вообще, мне кажется, что политика свободной торговли с Китаем была большой ошибкой. Китай сумел нарастить экономическую мощь за счет западных стран, а Европа и США за это получили просто быструю прибыль определенных крупных компаний. Это неравноценный обмен, жалко, что эту ошибку уже нельзя исправить без трудностей. Спасибо, Дота. Ну, смотрите, то, что в Китае стало гораздо меньше бедных людей, то, что там большое количество людей все-таки стали жить по-человечески, это хорошо. То есть, если кто подумал, что я против того, чтобы бедные люди в Африке или в Китае обогатели, нет, я наоборот за. То есть, в этом плане капитализм привел к обогащению огромного количества людей. Это хорошо, это замечательно. Другое дело, что, понимаете, в чем дело? Когда в Китае начались реформы, курс, который Китай стал показывать, это, во-первых, 80-е годы и тесные взаимоотношения с Соединенными Штатами, и курс, который Китай демонстрировал, он очень отличался от курса, который он демонстрирует сейчас. То есть, вроде как, вроде как, все обещало либерализацию во всех отношениях. Все обещало либерализацию. А не только в экономике. А потом как-то вот так получилось, что Китай, ну не то, чтобы даже здесь тянь-янь-мэнь, не только в этом дело, 90-е, нулевые, еще шла целенаправленно либерализация и приватизация огромного количества государственных предприятий. Это все, сделал экономически Китай сильнее, но, наверное, все-таки ошибка Запада в том, что он не стал настаивать на изменении политической системы Китая. То есть, нельзя, нельзя, как вы сказали, вот эту политику свободной торговли проводить с государствами, где все еще существует концлагерь, где люди не имеют никакого представительства, где есть изурпация власти одной партии, которая исповедует совершенно нечеловеческие какие-то, античеловеческие идеи. В этом плане силы Запада, особенно в 80-е годы, было вполне достаточно, чтобы в Китае ситуация поменялась. И, в принципе, возможно, что студенты, которые выходили на Тэньямэнь, они рассчитывали на то, что Запад тоже будет давить на КПК. Возможно, они на это рассчитывали, но этого не случилось. После этого КПК почувствовала свою силу и решила, что, в общем-то, на штыках-то держаться можно неплохо, очень даже неплохо, компенсируя вот этот репрессивный аппарат высоким экономическим ростом. И, в принципе, пока это удается, но это все, конечно же, не бесконечно. Рано или поздно рванет в любом случае. Запад должен был настаивать на смене политической ситуации вообще в Китае, чтобы КПК отказалась от монополии на власть. Тем более, очень многие события, которые тогда проходили в конце восьмидесятых, это либерализация Советского Союза, они способствовали этому, они благоприятствовали этому. Но по всей видимости, по всей видимости, Америка настолько сильно увлеклась целью противостояния Советскому Союзу, который явно был в разы либеральнее Китая, хотя бы в политическом отношении, если не в экономическом, то хотя бы в политическом отношении, все-таки был либеральнее Китая. Возможно, даже либеральнее он был в 70-80-е, чем Китай сейчас в политическом отношении. Настолько они увлеклись этим, что очень боялись упустить вот этого союзника в лице Китая, который помогал противостоять Советскому Союзу, потому что Китай действительно был союзником Америки в холодной войне. Многие этого не знают, но это правда. Китай был союзником Америки в холодной войне. Поэтому Запад должен был настаивать на том, чтобы Китай был преобразован в политическом отношении, но не стал этого делать. Вот в чем ошибка. Не в свободной торговле ошибка, а в том, что они не потребовали ничего за эту свободную торговлю. Возможно, вы правы, что они слишком заманчивы вот эта прибыль, которая получалась из торговли с Китаем, она была слишком заманчивая, они забыли о принципах. То есть тут я могу с вами согласиться. Я бы не сказал, что КНР номинальная коммунистическая партия, потому что судя по их прямо-таки последовательная политика по выдавливанию религии из партии, она объясняется тем, что честный коммунист не может быть верующим, он должен быть атеистом, все-таки это неспроста. И это проводится при нынешнем их председателе Си Цзиньпини. Это неспроста. Хо Ши Мини из социалистической республики Вьетнама. Вьетнам это страна, которая в ближайшие десятилетия будет скорее всего очень сильно либеральной, ну то есть либерализирована сильно, она экономически уже проходит этот процесс. Я думаю, что политически тоже, вероятнее всего, Вьетнам не пойдет по пути Китая. То есть мне кажется, что Вьетнам, ну там коммунизм-то такой очень условный, социализм тоже очень условный. Кстати говоря, у нас вот в Петербурге поставят памятник Хо Ши Мин. замечательный, замечательный, Так. ...нас достаточно, чтобы бороться за это. Во-вторых, когда вы говорите о том, что поверить во всеобщие ценности, это есть новая форма тоталитаризма и все такое. Я извиняюсь, но это очень грубо. На самом деле, в каждой культуре есть великие изобретения. Ваша русская культура... Напомню опять слово, очень важный момент, что скепсис в отношении своей собственной культуры европейской в Европе еще в новое время появился, не только в лице социалистов-утопистов, но и отчасти французское просвещение его тоже содержит. По-моему, по-моему, Вольтер, что ли. Тут могу ошибиться, конечно. Ну, в общем, было там восхищение, восхищение благородными дикарями, если что, неодобряем. Что вот что-то не так в Европе, что что-то не то у нас происходит, и движемся мы куда-то не туда. Достойная великая культура, которую, я уважаю, создала, например, через Александра Солженицына, одного из моих лучших... А может быть, Руссо, а может быть, не только Руссо. Я просто... Я помню, что встречал у кого-то. Я читал Вольтера, Руссо, у кого-то из них я встречал. Вот у кого, я не помню, сейчас скажу, а потом окажется, что обосрался. саму идею борьбы с татаритаризмом, то, что сделал Солженицын, колоссально. И никогда никто... Сейчас бы у Рудова от этих слов бомбануло бы, бомбануло. ...не сможет отнять это величие урусской культуры. Столько западных мыслителей пытались понять, что такое борьба свободы против татаритаризма, что такое лагерь и так далее. Именно русскому человеку принадлежит создание такого шедевра, как архипелаг ГУЛАГ. Никто и ничто не отнимет этого урусской культуры. В то же время Европа изобрела достаточно вещей, которые приносят пользу человечеству. Например, равноправие женщин и мужчин. И, например, право не подвергаться пыткам не быть освобожденным или порабощенным. Это право было... На мой взгляд, очень даже неплохие права. То есть хорошо обладать ими, согласитесь? Что придумано было выработано философией, которая называлась философией просвещения, и Европа является родиной этой философии. Смысл не в том, чтобы наложить один шаблон на другой. Идея в том, чтобы взять лучшее, что было придумано из каждой культуры, для остальной части человечества. Я очень рад слышать, что вы не приветствуете Россию. Однако, я не совсем уверен в том, что вы искренне. несколько дней назад я прочитал вашу книгу «Консервативная революция» на французском, страница 256. Эти права не придумало просвещение. Просвещение, разумеется, их не придумало. Это, по сути, очень глубокая европейская традиция христианская. Просвещение... Вообще, очень меня бесит, что просвещению столько много приписывается, хорошего, прекрасного. А, собственно, откуда все это взялось, что пришли некие люди, которые топили за абсолютистскую монархию, за просвещенную монархию, и сказали, вот, теперь у человека есть права, то есть, они ни на что не опирались, они не имели никакого наследия. Это, знаете ли, на что похоже на тек-катеистов, что вот были темные века, а потом эпоха возрождения, и все стало заебись, да? Вот примерно то же самое. Конечно же, нет. Права человека, идея сама, что у человека его жизнь ценна, священна, что собственность священна, что она необходима, это все христианские идеи, это все еще у Фомы Акминского можно встретить. И до Фомы Акминского наверняка еще можно найти еще у уйма богословов и философов. Поэтому, нет, это не философия просвещения, она же опираться должна была тоже на что-то. Но не все просвещение атеистично, вот тут тоже преувеличение, опять же. Вот Вольтер, он выступал против атеистов в свое время, когда был в здравом уме, потом, когда уже не в здравом уме, говорят, что он атеистом стал перед смертью. Вот, просвещение, опять же, какое? Есть французское просвещение, есть английское просвещение, есть даже американское просвещение, и английское просвещение, например, да, почитайте Джоэля Мокера, он очень хорошо пишет на эту тему в книге «Просвещенная экономика», по-моему, называется, «Просвещенная революция», «Просвещенная экономика», он там пишет, что чем отличалось английское просвещение от французского, оно как раз-таки не было враждебной религии, оно наоборот опиралось от религии, оно стояло на христианской религии, оно не было враждебной религии, это английское просвещение. А что плохого Ну, на мой взгляд, ничего хорошего-то изменить, потому что Бог есть, да, и человек, который не верит в Бога именно вот идейно, да, не потому что в неведении живёт или кто-то как-то вот не дал ему повода задуматься о Боге, а вот именно он убеждённо считает, что Бога нет и воюет с религией, ну, это человек и других соблазняет, и себе мельничный жернов на шею надел и хочет в воду пойти, и за собой других людей видел, чего-то хорошего. В этом нет ничего хорошего. Где вы говорите о евреях, я не только о евреях беспокоюсь, а вообще о всех. Ну, Леви всё-таки родился во французском Алжире. Но это сообщение о евреях и метафизическом противопоствии и войне между арийцами и евреями. И вы сказали, что это был вызов, это был спор не века, а времени. Это и есть антисемитизм. И я не удивлён, потому что все люди, которых вы цитируете и у которых вы черпаете вдохновение, Штенблер, Хайдеггер, которые также являются великими философами и другие, они заражены, испорчены, инфицированы этой чумой антисемитизма. И, увы, вы тоже в ваших дебатах с Аленом де Бенуа во Франции, в ваших связях с Аленом Соралем, с которого начинается одна из ваших книг, который, увы, один из лидеров антисемитизма и всего остального превосходящего. И как вы можете заявлять, что расизм чушит вам? Ну, всё-таки антисемитизм и расизм – это не одно и то же. По-моему, нацисты в Германии были антисемитами, но расистами их назвать сложно. То есть у них каких-то проблем во взаимоотношениях с турками не было. Вроде даже и с африканцами тоже. Как ни странно. Ну, он абсолютно чужд мне, так как я думаю, я верю, что у людей есть их собственные покровители. Что у людей есть нет. Нет, Александру Гелевичу антисемитизм и расизм чужд, потому что он запрещен законами Российской Федерации. А ему как-то не хочется приехать домой после дебатов и сесть. Поэтому он ему чужд. Он, естественно, не скажет. То есть Леви, кстати, он мог бы сказать, что симпатизирует каким-то таким идеям, но Европе его бы за это на бутылку не посадили бы. Но просто скорее был бы такой социальный астракизм в отношении него. А Дугин нет. Он за это может сесть. То есть у Российской Федерации закон в этом плане куда строже. Архетипы. Людей объединяет не только то, что у всех есть телесное, физическое воплощение, но еще и то, что у людей есть душа. Есть душа еврейского народа, которой я восхищаюсь, которую я уважаю. У меня много друзей из Израиля, из традиционалистских кругов Израиля, которые разделяют мою мнение. Они евреи, которые верят в Бога. И это идет в противоречие с вами. Вы определяете себя как еврея, не верящего в еврейского Бога. Для них, для моих друзей, это было бы абсолютно антисемитским заявлением. Потому что евреи – люди Божьи, и это есть суть. То есть без Бога евреи потеряют свою сущность, религиозное предназначение, место в истории. Но важно то, что есть разница между людьми. И я настаиваю на различиях душ людей. О, как. Нифига себе. Души у людей разные? Это как? На различиях людских ангелов. Но я против какой бы то ни было иерархии. Он сказал «ангелов», а в субтитрах написано «различиях людских покровителей». Интересно. Да, да, да. Вот это вот интересный поворот. Прямо я даже не знаю, как это комментировать. Но, по-моему, трапизм выходит за все рамки. Или расизм. Я не говорю, что индоевропейская, или греческая, или немецкая, индийская, иранская культура лучше. Или традиции лучше, чем семитические, или исламские, или еврейские. Ну, это зря, что не говорит. Потому что Европа круче всех. Я думаю, они разные. И что касается процесса глобализации, который вы описали, если бы это было так, как вы сказали, нам бы не пришлось выступать против этого. Если это диалог, в котором участвуют каждый, христиане, мусульмане, китайцы, защищая свои ценности. Если бы глобализация была открытым и действительно демократичным диалогом... Ну, мне, как католику, как христианину, как представителю западной цивилизации, в какой-то степени леви ближе. Потому что я за то, чтобы... Ну, примерно, мои взгляды можно выразить так, что, типа, истина, она должна быть с пушками, с авианосцами и прочим. То есть, ну, как говорят, что демократия, она должна быть с пушками. Вот я и говорю, что истина, да, должна быть такой. То есть, европейцы должны быть европоцентристами, на мой взгляд. И это очень полезно. Это очень полезно. И, в общем, не зря я привожу пример 19-е столетие, когда европейская цивилизация абсолютно доминировала во всем мире. Когда она доминировала во всем мире, происходило так, что восточное побережье Китая в свое время, к 30-м годам, стало одним из самых богатейших регионов в мире. Потому что европейские архитекторы, лучшие европейские архитекторы, строили там небоскребы, инвестировали туда свои деньги, создавали целые кварталы, в которых можно было свободно торговать и жить спокойно. Да, а известно, что прекрасная традиционная империя Цин, да, ну, она вот рядовому китайцу не позволяла таких вещей. А вот европейцы сделали так, что рядовой китаец мог переехать на восточное побережье Китая и начать новую жизнь, да. Вот что такое европейская культура, вот что такое европейская цивилизация. Это железные дороги, это больницы, это школы, это осушенные болота, это поляна, в которых что-то растет, а не просто беспорядочные какие-то заросли и прочее, да. Вот что в моих глазах представляет собой европейская цивилизация. Это институты, это да все что угодно, наука, философия и права человека, безусловно. Я не понимаю, как можно быть против этого и говорить о том, что многополярочка какая-то, где есть коммунистический Китай и где есть, скажем, там, Венесуэла, Мадуро, это прям так круто, да. Да что в этом крутого-то я не могу понять. Чем, если... Ну ладно, это уже как за пределы выходит дозволенного платформами, окей, ладно. Достаточно того, что я сказал, я думаю, что вы меня поняли. С целью найти лучшее в каждой культуре, никто бы не сопротивлялся этому явлению, по крайней мере, я бы не стал сопротивляться. Но сейчас это западная проекция на то, какие явления, по мнению Запада, являются хорошими или плохими в качестве всеобщих ценностей. Капитализм, рынок, рыночная экономика, идеология прав человека, личная свобода, гедонизм, технократия. Обратите внимание, как он подменяет понятие, то есть, рыночная экономика, окей, идеология прав человека, окей, личная свобода, окей, а при чем здесь гедонизм? Гедонизм, ну, даже как термин, появился еще в античности, где не было никакой рыночной экономики, капитализма, рынка. При чем здесь гедонизм? Понимаю, что он хочет сказать об обществе потребления, которое охватило весь западный мир, но это же все бред полный. Потому что рыночная экономика, капитализм, если хотите, он подразумевает ценности сбережения, бережливости, инвестиций. Отложи сейчас, отложи себе в потреблении сейчас, чтобы можно было инвестировать, получить что-то потом. Как в идеологии прав человека соотносятся с гедонизм, вообще непонятно. Ну, типа, я не знаю, может быть, Гелиевичу нравится концлагеря в Синьцзиане или в Северной Корее, может быть, это лучше, когда люди траву едят. Может, типа, так они духовне станут, да хер его знают, там, вроде как атеисты. Фиг его знает. Все эти элементы западного исторического опыта, социального опыта, прогнозируются в мировом масштабе. Это то, что называется универсальным, всеобщим. И это ничего плохого там нету. То есть, мощная цивилизация, да, она становится... Она даже не то, что себя навязывает, она становится образцом для всех остальных. Вот, например, ну кто скажет, что Япония в эпоху Мэйдзи, она, типа, ей вот навязали западные ценности. Да нет, если прочитать, очень внимательно эту тему изучить, мы увидим, что японцы сами ездили в Европу, привозили в Японию европейские работы по науке, переводили их на японский. Пытались учиться в западных университетах, приглашали западных специалистов к себе. То есть, всячески, очень жадно поглощали все вот это наследие европейской цивилизации. Им никто не навязывал эти западные ценности. Они сами хотели, они видели, вот, западная цивилизация с их ценностями, с их технологиями, она самая успешная в мире. Значит, у этих ребят что-то правильно. Значит, они делают правильные вещи. Давайте мы сделать будем так же. Давайте возьмем лучшее, все, что у них есть себе. Никто им это не навязывал. Собственно, институты, которые сейчас существуют в Японии, партии, парламент, суды, все, что у них есть, это тоже, в общем-то, западные институты. Но что? Что стало хуже в Японии после того, как они все это заимствовали себе? Или было лучше при Токугаве и Ясу, при династии Токугава, при Сёганах? Да хер его знает, мне кажется, что нет. Чем лучше? Жили богаче, жили более духовно? Да хрен его знает. Христианская духовность вообще они нахрен уничтожили полностью японские язычники, да? Полностью подавили христиан, в крови просто-напросто смешали. То есть Запад назвал это универсальность, я против этого. Что касается Солженицына... Античности не была чужда рыночная экономика, но просто то, что говорит Дугин, да, он же говорит о рыночной экономике как о капитализме, а не о том, что мы с вами думаем как свободный какой-то обмен, да, благами. Я имею в виду, атакиваясь от того, что подразумевает Дугин. Я тоже придерживаюсь его мнения, потому что он был славянофилом, и он боролся против коммунистического тоталитаризма, именно в пользу русского народа, как коллективной идентичности. Солженицын, Солженицын, я против советского тоталитаризма, я не за коммунизм, я не защищаю коммунизм, я был диссидентом в 80-х, но я не диссидент пролиберал, как Солженицын, я антилиберал, он был антилиберальным диссидентом. Вы упомянули Герцена, вы упомянули некоторые имена из русской истории, большая часть из них была западниками, они были этнически или культурно русскими, но идеологически они не являлись русскими, они не сомневались. А-а-а, вот это что-то новое, оказывается, русским надо быть еще и идеологически, понятно, не, но меня уже выписали из русских однозначно, у меня шансов нет, короче, идеологически я же не русский получается, да, потому что я же за права человека, а тут все, пиздец. Оказывается, есть еще какая-то определенная идеология, которой настоящий русский должен придерживаться, если не придерживайся, если ты этой идеологии не придерживаешься, все, ты не русский, ты выписан, нахер, все. Дали наши традиции. Наши традиции основываются на совершенно другой антропологии и антологии. И что интересно, Герцен был западником в молодости и в эмиграции, но потом он вернулся с крайне националистической позиции. Тургенев нет, а Герцен – да. Интересно, один из лидеров русских западников имел опыт на Западе с западной культурой во время эмиграции, но вернулся, как многие наши диссиденты, вернувшиеся с Запада, с весьма националистическими настроениями. Я считаю, мы должны бережно хранить свою идентичность. Так национализм – это же идеология модерна. О, о, о. Не чувствуете, да, противоречия? Национализм – это идеология модерна. Это вообще западная идеология, она чужда русской цивилизации. О чем он говорит? Вернулся с Запада с националистическими настроениями. Все, так он западник, получается. Он западник, какой он там, какие там русские традиции, о чем он говорит-то? Ну, то есть, он, будучи христианином, не считает, что христианство нужно распространять. То есть, если надо распространять, он считает, что каждый должен оставаться при своем. Что противоречит славам Христа «Идите и учите все народы». Стараться находить связи между ними, избегая упрощенного варианта противостояния тоталитаризма демократии. Хан Ааронт, которой я также восхищаюсь, сказала, что тоталитаризм – современный феномен, это нетрадиционный феномен. То есть, если мы будем все оценивать, демократию, либерализм или фашизм, или коммунистический тоталитаризм – это упрощенный вариант. Я думаю, что нам следует представить себе что-то другое, что за рамками современности. И в этом смысле все три политические теории – либерализм, коммунизм и фашизм – являются идеологиями, которые необходимо преодолеть, чтобы выйти за их пределы. И в то же время есть кое-что интересное у мыслителей идей коммунизма, как, например, Гранши, или у так называемых французских коммунистов, например, Оттали, или Дебор, или других левых. Вы один из левых. Существует так много интересных мыслителей. Мы не можем отождествлять, например, Батайя с ГУЛАГом, мы не можем сказать, что Хайдегер – это то же самое, что и Освенцы, или что все либералы – это Хиросима, бомбящая преступников. То есть нам необходимо найти нечто разумное, либо найти что-то здравое, но с целью преодоления. Что касается иудаизма, вам следует... А вы не в курсе, что Дугин и дентарист, то есть считает, что у каждого народа есть особая идея – идеология народная, которая есть часть народа. Чтобы быть русским, надо придерживаться этой идеологии. Он, кстати, противопоставляет свой традиционный дентаризм и модерновый национализм. Спасибо, Дота. Ну, это бред. Ну, то есть мне абсолютно не близка эта идея, потому что я считаю, что христианская цивилизация, она, наоборот, должна быть максимально экспансивной. Мне не близка идея, ну, уже, в принципе, понятно, да, из-за того, что я сказал сегодня. Вот, мне не близка идея изоляционизма, и, в принципе, на протяжении большей части истории наша европейская цивилизация, русская является частью европейской цивилизации, причем достаточно большой, такой жирной частью этой цивилизации, она такой не была. Она такой не была. И Российская империя, собственно, политика Российской империи, она была нацелена на что? На возврат проливов, да, возврат Константинополя. То есть такие идеи, вроде бы, с рациональной точки зрения, не имеющие, ну, кроме возврата проливов смысла, да, но Константинополь возвратить-то хотели не просто потому, что там проливы, контроль над проливами важен, а потому что это сама идея такая, вот, понимаете, Константинополь, это священный православный город христианский, который турки захватили, мы должны его вернуть. Вот эта идея экспансионизма, она присуща русским точно так же, как американцам или французам. Это абсолютно нормально. То есть, если опираться на русские традиции, как он говорит, если взять нашу историю, то мы как раз-таки никогда не были изоляционистами, которые плевать хотели на то, что там происходит у других народов и так далее. Это нам чуждо. И в Китае как-то мы оказались, да, Желтая Россия, это что такое? И Среднюю Азию колонизировали, и где только не были. И Палестина тоже, даже было общество, по-моему, даже сейчас оно есть, но потерявшая связь со старым, русская, палестинская, что-то такое. Забыл название. И проверить вашу информацию. Иудаизм и Бог немного более сложные вещи. Конечно, быть евреем значит... Так в том-то и дело, что если политика на возврат пролива была еще у Карла V, это говорит о том, что русская цивилизация, она точно так же, как всякая любая, как любой западный народ, у нее экспансионизм, за которым следует христианизация, да, за которым следует набор определенных институтов, которые появляются вот в этом месте, где русские появляются. Это все у нас абсолютно точно так же, как у всех других европейских народов. Я к тому говорю, что изоляционизм, это не европейская идея, это не русская идея. Изоляционизм, это что-то глубоко чуждо европейскому человеку. Потому что идите, несите всем народам мое учение, да, сказал Христос. И великие географические открытия, они с чего начались-то, да? Кто их первый начал делать? Португальцы, а зачем? Португальцы пошли искать не просто там специи, да, они пошли искать царство пресвитера Иоанна. Верили, что существует некое христианское государство, которое надо найти, оно где-то там находится, то ли в Африке, то ли в Азии, и оно поможет в борьбе с турками. И португальцы пошли его искать. То есть это тоже, опять же, мотивированная верой христианской религии идея экспансии. Вот в результате чего появилось огромное количество португальских колоний и расширение торговых путей, развитие торговли, рынков и так далее. Иметь отношение с Богом. Но это отношение основано больше на изучении, чем на вид. Да, вот императорское русско-палестинское общество. Спасибо, Дмитрий. Оно и сейчас есть, да. Председатель только там Степашин, замечательный. И в этом одно из главных отличий иудаизма от христианства. Но это не проблема. Насчет Герцена. Вы, кажется, не понимаете, величие Герцена состояло в том, чтобы перемещаться туда и обратно, для обогащения западной культуры русской и наоборот. В этом было величие Герцена Пушкина и всех русских антиевразистов и проевропейцев 19 и 20 века. Сахаров, например, он оставил след в истории России, он оставил след в... Сахаров — это запрещенное слово? ...либерализме и демократии. Он верил в это и посвятил всю свою жизнь объединению этих идей. И чего я боюсь, читая вас? И что я нахожу, читая вас, и не только вас, а всех писателей евразийского течения, которые должны вдохновлять Путина, и что я нахожу отвратительно, пахнущим смертью и таким нигилийским, — это факт зарождения этих цивилизаций как объединения. Конечно, я знаю, вы уважаете ислам, вы уважаете японскую культуру, вы уважаете турецкую культуру. И, может быть, евреев. Хорошо, но при двух условиях, что каждый остается на своем месте, и что между всеми из них так же мало связи. И эта культурная концепция цивилизаций рассматривается как группы, закрытые в себе. Вы разделяете это с американским мыслителем, которого вы знаете и должны были больше процитировать его, чем Гидбора. Это Сэмуэл Хаддингтон с его идеей о столкновении цивилизаций, совпадающей с мыслителями, которых вы сегодня представляете в России с идеей закрытых рук и, фактически, в состоянии войны друг с другом. И когда вы смотрите на Владимира Путина сегодня, когда он говорит, когда он обращается к Европе и Америке, когда он обращается к правам человека и так далее, когда он обращается к Украине, когда он... В сущности, Дугин со своей критикой прав человека, он просто такой адвокат Путина. Ну, то есть, типа, вы там, либералы, в жопе сидите, у вас там все плохо, поэтому мы можем делать, что хотим, не надо нас критиковать, у вас еще хуже. Примерно такая логика. Так, Котов Александр пишет. А ты не думаешь, что противопоставление Западу исходит от нетерпимости к другим христианским конфессиям в православии? Ну, это сложный вопрос, потому что нужно еще доказать, насколько сильна эта нетерпимость другим христианским конфессиям в православии. Все-таки, ну да, в Российской империи разные были переводы времени, и после польского восстания были какие-то проблемы, да, с католичеством в этих регионах. И был запрет на переход из православия в другие конфессии до 1905 года. Но, с другой стороны, скажем, с другой стороны, более-менее терпимость католичества и протестантизма в России существовала в эти столетия. И сказать, что в России как-то обижали очень сильно постоянных христиан других конфессий, я тоже не могу. Ну, разве что не давали проповедовать до определенного времени, да, ну, по сути, до самого почти конца Российской империи. Но все-таки жить можно было, да. Какого-то преследования или постоянного подчеркивания, что вы чужие, а мы вот такие, мне кажется, такого не было. Я бы этот аспект не преувеличил, потому что здесь есть опасность сказать, что Советский Союз с его противопоставлением Западу и вот эта дихотомия социализм-капитализм, это тоже некий перевод на такой светский идеологический язык старого противопоставления православия против Запада. Я бы не хотел бы так думать, но опасный соблазн есть, так сказать, да. Попадает на Украину в Крыму, это и есть дискурс войны. Философия войны. Культуры представлены в виде целостных групп и естественным результатом становится война, которая осуществляется Владимиром Путиным сегодня. И я действительно верю, что между вашим образом мышления, как у Хаттингтона, и оккупацией Крыма, 13 тысяч смертей на Украине, войной в Сирии, с этой трагической и ужасной бойней, есть связь. Я согласен. Я согласен. Я очень ценю Хаттингтона. Я считаю, что его видение более корректно, чем фукуямы или либерализма, что цивилизации существует. И после падения этих двух идеологических лагерей, коммунизма против капитализма, цивилизации будут играть решающую роль в истории. У Хаттингтона, согласен, в некотором роде упрощенная версия о цивилизации. Я посвятил свои последние 24 книги изучению цивилизаций. Плодотворный, плодотворный. 24 книги, аж целых. Пытаясь найти различия внутри них, пытаясь описать их в полной мере. Я не говорю о различиях, я говорю о связях. Все мы знаем различия, но посвятили ли вы такое количество книг, чтобы найти мосты, какие-нибудь связи? Я знаю о различиях, но мосты... Да-да-да, интересно. Когда мы пытаемся, конечно, когда мы пытаемся обменяться информацией, чтобы построить мосты слишком рано, не зная структуры другого, проблема — это другая. Запад не осознает другое, как что-то позитивное. Это все одно и то же. И мы тут же пытаемся найти мосты, связи. Это иллюзии. Но никак не мосты, потому что мы проецируем сами себя. Это та же идеология. Непохожесть — это первое, что нам необходимо понять. 24 книги посвящены тому, чтобы кроме себя понять других. Тот же Запад, исламское, еврейское, европейское, русское мышление, считавшихся чем-то известным. Ну и как успехи в понимании западной цивилизации, товарищ Дугин? Я думаю, что цивилизации — это неизвестные актеры, которые только сейчас появляются. И нам необходимо для начала их грамотно изучить и только потом возводить мосты. Часто ли вы приезжаете в Америку? Часто ли вы посещаете США? Время от времени. Сейчас я под санкциями, но в 2005... Хорошо. Я надеюсь, вам разрешат вновь приезжать туда. В американских университетах вы бы обнаружили, что нет более активных отделов исследований, чем те... Это как-то не по-философски. ...которые занимаются изучением разнообразия. У Америки много недостатков, много проблем. Но одна из сильных сторон Америки сегодня и на протяжении долгого времени, но на сегодняшний день особенно, это внимание... Вот Дугин вообще очень сильно не прав здесь, что типа западная цивилизация, она так категорически против изучения разнообразия, признания этого другого в других цивилизациях, потому что огромное количество усилий представители западной цивилизации, ну вот иезуиты в частности, потратили на изучение языков и культур и адаптацию христианства под язык, под понятийный аппарат этих культур, под индийский, латиноамериканский и так далее. Здесь неправ. Возможно, даже Запад в этом плане переусердствовал. К разнообразию. Это очень проницательный взгляд на оболочку и душу иных культур. Вы даже не можете себе представить, насколько живо и трепетно открыты к другому в американских университетах и иногда даже во французских университетах. То есть на Западе мы имеем представление о разнообразии. К сожалению, раскрывая наши руки, наши сердца, ваших рук, ваших сердец недостаточно. Вы сказали, я прав. Хорошо. Один вопрос. Что вы думаете насчет агрессии вашей страны? Я, когда Франция атаковала Алжир, когда я был мальчиком, мне было 14 лет, я был на улицах, когда Америка атаковала Вьетнам, я был на демонстрациях. На сегодняшний момент, что вы думаете об оккупации Крыма и что вы думаете об агрессии Восточной Украины военизированными или военными вашей страны? В вашей книге вы говорите, что вы сожалеете о том, что выступали против Америки. Поэтому мы можем изменить ваше мнение. Сейчас... Подъебал. Хорошо подъебал. Сейчас вы защищаете американскую империю, мировую либеральную империю. И это ваш выбор, который я уважаю. Я думаю, что забочусь о евразийской цивилизации, не как о стране. Я не особо пекусь о Российской Федерации. Оба. Оба. Класс. Русские традиции. Вперед. Евразийская цивилизация. Да, это прям так русские. По-русски трапно. Просто невероятно. Прям... Да. Столько общего между китайцами, русскими и киргизами. Просто братья. Один материк. Да. На всех. Один материк, одни Гималайи. Один Дугин. Континент, точнее. ...в тем, что делает наше правительство. Я не поддерживаю это все автоматически. У меня есть критическое. Крым. Крым. Я как раз подхожу к этому. По моему мнению, Украина – это страна с двумя народами и двумя цивилизациями. Этнически они очень близки, потому что это не украинский народ. Украина – это часть и колыбель русской цивилизации. В некотором роде украинцы – наши наиболее прямые предки. Они чистые русские. Они более чистокровные русские, чем мы сами. Потому что... Да, по Вальнову видно, что он прям чистокровный русский человек. А я не согласен с этим тейком. Вообще не согласен. С какой стати? С какой стати страна, которая находилась на стыке огромного количества самых разных компонентов, более чистая, чем, скажем, жители Новгородской или Псковской областей. Мне этот тейк не нравится. Они до сих пор живут в колыбели наших традиций, а мы мигрировали на восток. Исторически Украина была создана в результате двух тенденций агрессии Российской империи. Агрессия против Турции, так как новая Россия, Новороссия, была частью турецких территорий – Крым и восточная часть современной Украины. И другая часть была отвоевана у Польши. И это не было освобождено или создано Западной Россией, так называемыми украинцами. То есть исторически, на протяжении всей борьбы России с соседними странами, была создана Украина. И последняя часть была присоединена с Сталином от австро-венгров, Лемберг, Львов. Правильно. Сталин победил австро-венгер, разбил ее в советско-австро-венгерской войне. Все так и было. Она стала субъектом после падения Советского Союза. И это была возможность создать украинскую идентичность. Как, например, бельгийская идентичность с двумя народами, которые живут и уважают друг друга. Если бы, например, Валлоны захотели сказать, что фламандцы – это второй сорт, не до люди, потому что они немцы, или, например, протестанты, произошло бы то же самое, что и на Украине. У государства, молодого, недавно появившегося государства, которое не существовало в истории, был шанс... Ну, того же самого не произошло бы. Фламандцы и Валлонцы, они живут прям очень четко там, у них территория, где только Валлонцы, где только фламандцы. Поэтому, скорее всего, там просто появилась бы отдельная страна, и все, Фландрия и Валония. То есть, там, в принципе, делить особо нечего, и воевать не за что, потому что, ну, там достаточно понятно и четко идет разделение по языку и по религии, и... Нет, это плохой пример. Это совсем некорректный пример, потому что идентичность фламандцев и Валлонцев, она очень отчетливая, различная. Создать собственную национальную идею, собственную национальную структуру, уважая два народа, проживающих там, в Восточной и Западной Украине, и найти баланс. Я поддерживал это, и у меня есть сторонники, в том числе и Западная Украина, разделяющие это мнение. Но, в конечном счете, политически, это была только западная часть. А Брюсселем вообще может отдельным быть, потому что там отдельно идет... Забыл точно название. Короче, отдельно идет идентичность Брюсселем, Брюссельцы, вот. И, в принципе, Брюссельцы, они ближе к Валлонцам, а не фламандцам. Так что война была бы это очень такая сомнительная. То есть смысл был бы в этом всем. ...сведания, где вы пытались вдохновить их отколоться от так называемой России. И эта западная часть подчинилась другим. Россия вмешалась с целью сохранить эту часть Украины. И после того, как мы, по моему мнению, совершили ошибку, мы должны освободить Восточную Украину с Крымом и предложить воссоздать Украину, независимую Украину, как мост между нами и Европой, основываясь на уважении обеих наций. И это была ошибка. Мы забрали только Крым и Донбасс. Это была ошибка. Донбасс не забрали. Создали там маленькую такую микроскопическую постсоветскую республику, типа Приднестровье и всё. А забирать, как сказали наши элиты, они ничего не собираются. Ну, Симоньян там что-то предлагал, они сказали, нет, это мнение Симоньян, мы этого делать не будем и всё. Ну, то есть глупо даже считать, что РФ смогла бы что-то такое сделать. Мы должны восстановить и реконструировать Украину. Когда Янукович был... На данный момент единственный мост, который существует, создан между Крымом и Россией. На данный момент единственное строение, которое было построено, это огромные военные базы России в Севастополе. Ну, кстати, военные базы там очень даже пригодятся, потому что Турция, она вряд ли угомонится когда-нибудь. Вот в этом плане Крым очень важен для противостояния Турции. Хорошее место, чтобы турк беспокоить с севера в море. Правленные против врагов, я полагаю. И я не вижу в последние годы в речах Путина или других никакой тенденции перестроить двунациональную Украину. Я вижу чистую и бешеную агрессию и насилие международного закона. Насилие международного закона. Классно перевеликаешь. Перевод офигенный. Я вижу попытку переписи и пересмотра истории. Кстати, если я вас правильно понял... Вот обратите внимание, вроде два философа, два умных человека, и все равно все заканчивается Украина срачем. Вот всегда, в любой конфе, под любым постом ВКонтакте, как его любить паблика, всегда все заканчивается Украина срачем. Вы сказали, что Украина — новое государство. Это то, что я услышал из сказанного вами. Но, как вы можете такое говорить, Украина — это элемент истории, существовавшей до России. Да, 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 современная история. А, хорошо, хорошо, в девятом меке до тысячного года. Это была наша общая история. Князь Владимир, который был крещён, и кто был основоположником христианизации современной Украины и России, был киевским князем, а не московским. Украина — это древняя страна. Это Россия. Более древняя, чем Россия. Так что каждая страна сравнительно новая. Лучшее, что мы можем сделать, мистер Дугин, это уважать международные законы на сколько... Господа, всё гораздо проще. Украина нынешняя и нынешняя РФ, они, в принципе, появились примерно в одно и то же время. В 1917-18 году. Вот. И не надо это что-то выдумывать. УСР и РСФСР — это страны-одногодки. И никуда вы от этого не денетесь. Вот. Была бы историческая Россия, был бы другой разговор. Но её нет. Сколько бы несовершенны они не были. Законы, которые могут предостеречь нас от попадания в очередную катастрофу. Как ту, что стоила вам 24-25 миллионов храбрых солдат и гражданского населения, уничтоженную с Гитлером и превратившая Европу в руины. Это архитектура безопасности, которая была создана после холодной войны в сотрудничестве, кстати, между Западом и Россией на многих этапах. И мы должны сделать всё возможное для наших детей. Я не знаю, у вас есть дети? Да, да, внуки. Хорошо. Ради них мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы сберечь и сохранить эту несовершенную, но в то же время критически важную архитектуру безопасности. Но что сделал Путин в Крыму? Что он делает в Восточной Украине? Что он делает, играя с огнём и с кровавой бойней в Сирии? Он идёт вразрез с интересами наших детей и внуков. Я так не... Ну, насчёт Сирии, кстати, я бы поспорил бы, потому что в Сирии всё началось отнюдь не со стороны РФ, а в принципе... Ну, в принципе, если так посмотреть, то наиболее адекватная, наверное, территория, которая в Сирии осталась, это территория, которую Асад контролирует. Хотя Асад, конечно, тот ещё мудак, и надо было бы его, конечно, убрать. И, возможно, если бы его не поддерживал РФ, то, может быть, там всё закончилось бы довольно-таки быстро, как в Ливии. Но, с другой стороны, в Ливии это тоже нихрена не закончилось, тоже хрен знает. Ну, Сирию я бы не стал бы так приписывать... Путину. Я согласен с тем принципом, что мы нуждаемся в некотором международном законе. Ну, вот да, режим Асада гораздо лучше исламистов. То есть, жить там можно, в отличие от остальной Сирии. Там либо турки контролируют, либо какая-то группировка непонятная, запрещенная и так далее. Закон отражает статус-кво, баланс сил. Закон не может быть абсолютно абстрактным. Например, закон был официально учреждён после победы, когда Запад и Советский Союз были вместе, но победили Гитлера. Мы установили наш международный закон. Когда коммунизм пал, и Советский Союз развалился, была попытка создать западно-центрированный закон, основанный на победе в Холодной войне. И этот закон сейчас, международный баланс сил, находится в упадке. Мы бросаем ему вызов. И пытаемся создать новую международную... Ой, да кто... Господи, кому ты там бросаешь вызов, я не могу понять. Кому ты там можешь бросить вызов? Ну, честное слово. Ну, смешно просто. Эрефия, она на подсосе у Китая. Кому там нужно бросить вызов? Какие там силы, чтобы бросить вызов Западу, ещё кому-то, я не могу понять. Сидим с батькой Лукашенко, и всё, больше ничего у нас нет в кармане. Тоже мне. Многополярный мир. Полюс нашёл. Смешно. Это не Российская империя, в конце концов, и даже не Советский Союз. Архитектуру, которая бы уважала все цивилизации. Я считаю, что мы подходим к концу однополярной системы мира. Структуру которой... Если сейчас прекратится гегемония штатов, ну, есть вероятность, что китайцы просто нам въебут на востоке, и всё, и будет нормально. Будет многополярный мир. Основано на этой идеологической и геополитической победе. Потому что конец однополярного мира, как сказал Чарльз Краудхаммер, происходит сейчас. То есть цивилизации возрождаются, и мы не можем поместить появление этих цивилизаций в старую версию вестфальской системы международных отношений. В смысле возрождаются? А они куда-то исчезали, что ли, цивилизации? Типа их не было раньше? Куда-то пропадали? Курды, да, кстати, вот с курдами очень несправедливо обходятся, потому что 25 миллионов народа, и у них нет собственного государства, при этом они проживают на территории низких государств, которые к ним относятся, ну, так себе, на самом деле, очень хуёво. То есть и Сирия, и Турция, особенно Турция, и Ирак, и у людей нету своей собственной страны. Хотя, казалось бы, 25 миллионов народа, народонаселения, это приличное. Но понятное дело, что туркам это очень невыгодно. Мощное 25-миллионное государство под боком, это, ну, им не захочется иметь такого соседа, да. Тем более, очень много обид у курдов накопилось, и курды могут с армянами вступить в союз, да, и тогда будет сложно азербайджанцам и туркам. Вот такая вот сложная ситуация. Но, с другой стороны, есть же понятие справедливости, да. Курды имеют право на свое собственное государство. Поэтому, конечно же, им надо дать территорию, где они бы смогли жить, как нормальная нация. Так. Осадский режим со временем демократизируется, пишет Владимир Бабушкин. Либо местный извод путинизма сгинут в результате революции и международного давления. Так что да, лучше таксяк, светский диктатор, чем исламисты. Так, Дон Пипита пишет. А мне кажется, что с точки зрения народа Сирии, умеренные исламисты, как у саузитов или Пакистана, лучше. Осада нам скармливают, как хорошего правителя, с точки зрения убогих штампов путинизма. Так. Рэнзилен Сэн пишет, что если китайцы нам въебут на востоке, то будет то же, что и у других завоевателей при попытке прогрыз Россию. Ну, видите, в чем дело. Другие завоеватели пёрли через западные границы, где у нас не менее все сносно. А вот на Дальнем Востоке, ну, по крайней мере, проблем может быть очень много от Китая. То есть отобьемся, но проблем будет много. Ну, как-то не хочется отбиваться. Ну, в смысле, не хочется войны. На сегодняшний день мы должны пересмотреть это с точки зрения многополярности систем, чтобы уважать других признанных... Ну, вот смотрите, я не знаю, кто на кого он влияет, или Дугин просто является таким придворным философом, но о многополярности постоянно говорит Путин. То есть это одна из его реально идеологических вот таких вот моментов, один из его идеологических моментов, которые он реально исповедует. То есть вот эта многополярочка. Путин об этом говорит постоянно, и еще лет 10 назад об этом говорил. То, что об этом говорит также и Дугин, я думаю, что это не совпадение. Не только культурный. Я согласен с вами насчет американских университетов, так как я восхищаюсь антропологическим наследием Боаса. Все его направления, Франц Боас и Клода Левистроса. Для меня они учителя, которых я придерживаюсь. Это антропологический плюрализм. Я согласен, что это именно американское и французское наследие, но это не отражено в политике. Или отражено, но очень искаженно. То есть я думаю, здесь присутствует большое противоречие между антропологической мыслью и американскими или французскими университетами, и некая очень агрессивная колониальная и новая империалистическая форма для распространения интересов Америки на весь мир с помощью оружия. Я не могу обвинять только Путина и Засиилия, например. Вы также принимали активное участие в ливийском кризисе, который стоил народу Ливии рек крови. Вы высказывались о свержении осады, и это была поддержка со стороны в этой гражданской войне против других. Я думаю, мы не можем винить в данной ситуации исключительно Путина. Это искаженная картина. Путин среагировал. Он пытается утвердить голос России. Есть такая версия, что Путин, ну Кремль, изначально продумал хорошо ситуацию в Ливии и Сирии, чтобы использовать потом нестабильность в этих странах в качестве такого моста огромного количества беженцев в Европу для дестабилизации Европы. Ну и, соответственно, чтобы это использовать в своих политических целях. Россия и Китая в этой ситуации. Это пять королей против империи. Вы на стороне империи, поэтому вы вините во всех преступлениях пять королей. Мы пять королей. Я на стороне Солженицына. Он был один из них, один из нас. Он был славянофилом. Я на стороне Буковского. Я на стороне Анны Политковской. Я на стороне Леонида Плюща. Я на стороне многих моих умерших и все еще живых русских друзей. Я на их стороне, поверьте мне. Большое разногласие между нами. Мы приближаемся к концу. Следует из того, что, во-первых, многополярность – вещь не новая. Многополярность была всегда. И до развала Советского Союза существовал мультилатерализм между Америкой, Россией, Китаем и так далее. Это не нечто новое. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите, что должно быть уважение друг к другу, а не вмешиваться в деятельность других народов. Если вы честно посмотрите на сегодняшнее положение дел, то тот, кто вмешивается, тот, кто искренне пытается дестабилизировать других – это не Трамп, дестабилизирующий Россию. Это Путин, дестабилизирующий Америку и Европу. Сегодня, мистер Дугин, поверьте мне, я знаю это. И это факты, и они могут быть проверены. Вы не можете найти крайне правую и неофашистскую партию в Европе, которая не была бы, по крайней мере, благословленной и, в лучшем случае, финансируемой Россией. Вы не можете обнаружить ни одного кризиса в Европе. Ну, спорный очень тейк. Я сомневаюсь, что какая-нибудь... Но я не знаю, кого он, конечно, считает крайне правым. Там всякое может быть, может, там все фашисты. Но, наверное, испанская ЛОКС вряд ли что-то получает от Путина. Опять же, есть вполне себе весомые доказательства того, что Путин финансирует партию Линки. Ну, то есть, Линки связаны с Россией и, в принципе, постоянно высказывает пророссийские тейки в германском парламенте. Линки – это левые. То есть, не все так и доздачно. Зря он так говорит про то, что Кремль финансирует там, якобы, всех правых. Нет, ну, может быть, Орбан там, да. Ну, Орбан, в принципе, продается всем. Кто ему даст денег, он как бы нормально. Это Венгрия. АДГ, ну, может быть, ситуативный союз с Путиным есть. Ли Пен брала кредиты в российских банках, да. Но что-то я подобного не слышал про правых типа Сальвиния или того же Вокс. Вряд ли правые типа Курса берут какие-то деньги у Путинта. Ну, это такой спорный очень тезис, на самом деле. То есть, с одной стороны, да, есть примеры, но с другой стороны, есть также примеры партии Линки. И есть примеры партии правых, которых многие левые считают фашистскими, которые точно не финансируются. Ну, по крайней мере, нет никаких весомых доказательств, даже косвенных, что там есть какие-то взаимосвязи. Который не был бы поддержан Россией. Вы не можете посчитать число нарушений воздушного пространства Польши и Литвы в 2014 и в 2015 годах. И даже иногда Франции русскими самолетами. Вы, как и я, знаете о небольшой декларации Путина в 2014 и в 2015... Ну, Сальвини, может быть, Пыню уважает, но уважать Пыню вследствие, там, может быть, недостатка информации и брать деньги от Кремля, это разные вещи, согласитесь. То есть, это, ну, действительно отличается. Одно дело жить, финансировать свою партию из кремлевских денег, другое дело просто какое-то уважение иметь к нему. Мало ли за что он там его уважает. В 2015, который является хорошим игроком в шахматы, в которой говорится о необходимости пересмотра законности, так, мимоходом, законности независимости прибалтийских государств. Другое высказывание говорит о том, что из России в Москву, это займет два часа, сегодня настоящий империализм тот, сегодня настоящий империализм, тот, что вмешивается и сеет беспорядок, влезая в дела других. Увы, это Путин. Я должен был бы говорить об Америке, где было доказано огромное, грубое и очевидное вмешательство в электронный процесс последних выборов. И последнее замечание. Сирия, Ливия и другие. Это не гражданские войны. Опять же, гражданская война – это ложное понятие. И вы достаточно умы, чтобы допустить эту ошибку. Это война против населения. Сирия, Ливия, другие места – это война государства, армии. Это было в Ливии и до сих пор в Сирии. Война против мирного населения. Правда в том, что у вас есть люди на Западе, как я, и также в России и на Украине. Кто на стороне гражданского населения в Ливии с целью предотвратить кровавую бойню, с целью не допустить то, что происходит в Сирии, где насчитывается около 400 тысяч погибших, 3 миллиона переселенцев и так далее. Но это невозможно сравнить с тем, что делает великое государство Россия, с его огромными самолетами, с газой Башара Аль-Асада, которые подпитывают военную агрессию Абуджа. Не понял, что делают российские самолеты с газой Асада? Газа – это же Палестина. А при чем здесь Абуджа? Ладно. Башара Аль-Асад, который не озабочен нашей дискуссией о цивилизациях, мостах, группах и так далее, который является лишь исполнителем, поддерживаемым на сегодняшний момент вашим президентом. Я считаю, что здесь слишком много преувеличений и громких заявлений, на которые я не словен отвечать. Не потому, что у меня нет ответов, например, насчет вмешательства. С одной стороны, было доказано, что не было никакого вмешательства в пользу Трампа. И имело место быть вмешательство в пользу Хилла. Нет, там было написано с большой буквы «Газа». Ну, не знаю, может быть, субтитры как-то неправильно. С газом Асадо, фиг его знаю. Нет, а почему там с большой буквы-то было написано? Ну ладно, проехали. Ну, кстати говоря, о каталонском кризисе, там в основном движущая сила, это как раз не правая партия, а левая. Испанские провоки, они против развала Испании. ...доказательства. Тем не менее, что интересно, мы не уверены, мне не хочется сейчас говорить о фактах. Говорить о... О фактах. Потому что я допускаю, что... О чем же мы собираемся говорить, если не о фактах? Факты — это то, что уже сделано. Фацеры. Латинские те же. Ой, Гелич, а смотрите, как лавируют прям. Это были дела. Это была конструкция. В информационный век мы имеем дело с информационными фактами. Кто контролирует СМИ, как сказал Гиде Бор, контролируй факты, события. Если мы не хотим... Читатели и журналисты в большей степени контролируют СМИ. Немного финансовые магнаты, но по большому счету читатели и журналисты, по крайней мере, на Западе. И это одно из преимуществ Запада. Это некоторая европейская версия. Во Франции у нас была дискуссия на France Today, касающейся... Нет, ну в Европе реально дохера СМИ. С очень разными точками зрения, поэтому нет. Это факт. То есть, если в России могут там шантажировать, угрожать изданиям, которые что-то пишут о протестах, даже локальным изданиям типа Фонтанки, еще что-то такого. Ну, в Европе такое невозможно. Лимондо. Самые большие газеты, вы знаете. Это проект владельцев Лимондо внести свой вклад в фонд, который будет принадлежать... И, кстати, я сторонник цензуры, но если выбирать между свободу слова как в либеральном понимании и между вот этой вот цензурой, которая существует в России, я выбираю свободу слова в либеральном понимании. ...общественным интересам. То есть, Лимондо будет принадлежать, и это благо гастернизации будет принадлежать своим читателям и журналистам. Мы говорим не о владельцах. Мы говорим об эпистемологии, теории познания и о Фуко. Концепт... О, круто, теперь уже о Фуко говорят. То есть, Леви говорит ему, как есть вот факты, да? А Дугин отвечает, но мы же говорим на самом деле об эпистемологии, мы говорим о Фуко, хотя до этого вроде как о Фуко вообще ничего не говорилось. Ну, ладно. Путин тоже так отвечает на вопрос. ...эпцией Мишели Фуко о том, кто контролирует эпистемологию, СМИ. Например, достаточно жестко было сказано, будучи советником на встрече с Ираном, он не смог выполнить план с поддержкой президента из-за сопротивления, появляющегося из ниоткуда. Здесь находится некий эпистемологический центр контроля, где у СМИ нет владельца. Интересно, что это похоже на эпистемологическую борьбу. У нас есть созданная система фактов, или выбранных фактов, необъективных фактов, и объясненных с необъективной точки зрения. И когда Россия пытается сделать то же самое, создать наши СМИ, Russia Today, Спутник, нас обвиняют в поддельных новостях, фейковых. По правде говоря, мы все... Ну, просто их ловили на распятых мальчиках, поэтому обвиняют. То есть... Russia Today — это пропагандистское издание. Настолько пропагандистское, что даже ссылка на суд над Навальным звучала как «Навальному дали два с половиной года тюрьмы». При том, что суд еще даже не начался, а ссылка уже называлась так, что Навальным ему дали два с половиной года тюрьмы. И, кстати, ему, как ни странно, дали два с половиной года. Ну, считайте, три с половиной года, минус то, что он отсидел, будучи под домашним арестом. Ну, то есть, абсолютно понятно из этого уже, что Russia Today — это не нормальные СМИ, это не журналистика, это пропаганда. В чистом виде. Все производят фальшивые новости. Я поясняю одно... Все производят, все срут себе в штаны, и я буду срать. Большое различие. Когда появилась Russia Today... Тогда в чем преимущество того полиса, за который ты стоишь? То есть, чем твой полис лучше? Почему мы должны на него ориентироваться? Она появилась по вертикали. То есть, прикол в том, что, говоря о многополярочке, критикуя западный миропорядок, Дугин не может предложить абсолютно ничего в противовес привлекательного. Максимум, что может делать, это говорит о том, что у вас точно так же. Но как это делает, говорит постоянно и Путин. А предложить что-то лучше, возвышен, неблагороднее, Дугин, его мышление, оно не в состоянии. Вертикальная демократия, как мы сами сказали, это было основано Путиным. Когда вы сталкиваетесь с противоречивым интерпретированием на Западе и между Лемонт и Лефигаро, между Нью-Йорк Таймс и Крисчан Сайенс Монитер, неважно, это битва между профессионалами, личностями. Это искренняя попытка найти правду. Это не пропаганда средств массовой информации, являющейся с небосклоном власти. И, опять же, это преимущество Запада, потому что, что есть правда, дорогой Дугин, что есть правда, это то, что мы уже не в том возрасте, когда правда приходит с неба, как у Платона. Ее надо искать, искать искренне и честно. Для этого нам не нужно вмешательство государства. Нам не нужны тролли, управляемые Кремлем или Белландомом. Нам нужны читатели, журналисты, гражданское общество, движимые собственным, искренним желанием найти правду, чтобы говорить, как Фредерика Ричарда. Это прекрасная картина. Это то, что я бы рекомендовал России. Это одна из прекраснейших вещей, которые может подарить демократия России. И когда вы примете ее, это будет не только западным, это будет общим благом, и русским в том числе. Когда Буш был в Москве в момент вторжения США в Ирак, он сказал, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. У вас тоже будет демократия, как в Ираке. На что Путин ответил, большое спасибо, но мы найдем другой способ построить наше общество. Я считаю, что картинка, которую вы создали, правильно? Но в итоге способ построить наше общество нашел только Путин. Отменил выбор губернатора в 2005 году сам. Увеличил себе срок на 6 лет. Обдулил себе срок. То есть так, как ему удобно, он себе сделал. Как-то особо... Референдум был, конечно, по Конституции, но такое себе. То есть странная отсылка, очень сомнительная. Но ничего из этого не было сделано с современным западным обществом, где чисто тоталитарный способ описания фактов не в пользу маленьких групп владельцев тех или иных СМИ, но управляет всем политическая элита, и они в этом смысле являются своего рода платониками, беря свою правду и свои либеральные идеологии. Это тоже в некотором смысле по платону. И люди в разных странах восстают против этого, на Западе в том числе. Я думаю, волна популизма это отказ европейского народа, не правого или левого крыла. Это отказ обычного среднего гражданского населения Европы. Да, так и в отличие от РФ, в Европе они могут этот отказ, вот эту свою позицию реализовать в политической плоскости, потому что там есть выборы и партии. И опять же, те же самые СМИ. А в России нет. То есть не в России, а в РФ. У нас такого нет. Это отказ от абсолютно абстрактной повестки дня либеральных элит. Я думаю, сейчас это касается не только одного государства. Мы говорим о политических элитах. Хорошо. Вы хороший наблюдатель. Это происходит на Западе. Но в целом идет большая либва во всем мире между либеральными и нелиберальными ценностями. Эта борьба пересекает нашу страну тоже. Как и у вас в России есть некоторая часть либералов, так и у нас в Европе есть некоторая часть нелибералов. И правда, в том, что либерализм сталкивается с тем же кризисом доверия и, возможно, доверие к себе, как он столкнулся в 30-х годах или в самом начале 20-го века. Но в этой борьбе, мистер Дуген, я проверил сегодня, наши дебаты подходят к концу, что мы находимся по разные стороны баррикад, потому что для меня свободная пресса это не татаритаризм. Культ уважения либеральных идей и свободы это не иной либерализм. Светское государство, права женщин не могут быть помещены, как сделали вы в начале встречи, на тот же уровень, что фашизм и коммунизм. Сегодня именно это является реальным цивилизационным конфликтом, а не тот, что вы цитируете в своих книгах между Севером и Востоком и Западом, Югом и всем этим. Есть конфликт цивилизаций на всей планете между теми, кто верит в права человека в свободу, в то, что человек не должен страдать и мучиться и тех, кто счастлив с нелиберализмом и возрождает авторитаризм и рабство. И это то, что создает разницу между мной и вами. Прошу прощения, что снова возразил. Так, ну что, господа, мы осилили эти дебаты. Мне понравилось, я думал, что будет не так интересно, но достаточно, надо сказать, жаркие дебаты пошли. Интересно было послушать. Обнуление сроков не выносилось на голосование. Продолжение следует...